Технический прогресс 21 века многократно усложнил борьбу с таким разрушающим общество злом, как наркотики. Во-первых, лаборатория, где изготавливают тысячи доз, может уместиться в любом сарае. Во-вторых, привыкание к так называемой синтетике, как правило, наступает сразу после первого применения. Просто попробовал и попал в западню. Ну а в-третьих, сегодня, чтобы купить незаконные вещества, не надо знать специальных людей. Это почти как заказать доставку еды. Тем временем воротилы наркобизнеса ушли еще глубже в тень. А на передовой теперь закладчики. В парламенте сейчас спорят, надо ли смягчить наказание за это преступление. Жанель Канедин разбиралась. У каждого осужденного за закладку наркотиков своя история. Свои обстоятельства, из-за которых они когда-то переступили закон. Но есть и то, что объединяет их. Это желание заработать. Быстро, легко и много. В день где-то 40 тысяч, 50 тысяч. В месяц у вас выходило больше миллиона? Да. Однако есть у этого и другая цена. Наказание. От 10 до 15 лет жизни в тюрьме. Причем многие, с кем мы поговорили, не знали об этом, когда шли на сделку с крупными дилерами. Более того, не всегда обещанное денежное вознаграждение оказывалось реальным. История этого парня шокирует. Он лишился свободы на 10 лет за 5 тысяч тенге. Как он говорит, пошел на преступление вынужденно. Из-за сложных жизненных обстоятельств. Двое детей. Еще только родился сын у меня. Еды не было. Квартира съемная. Пришел, надо было оплачивать. Дополнитель заработок нашел таким образом. До рокового дня он был таксистом. Подработку нашел в интернете. Говорит, предполагал, что делает что-то незаконное. Но деньги были важнее. С точки А в точку Б перевезти. В принципе, не тяжело. Я взялся. Мне сказали не открывать, что внутри. Типа, мне это не надо. Моя задача перевезти. И я взял и перевез. Первый день заработал 5 тысяч. Затем заказчики изменили правила. Сказали, что теперь платить ему будут раз в неделю. На второй день он продолжил работу. А на третий его задержали. Сейчас мужчину навещают и ждут только отец и брат. Связь с женой и детьми уже потеряна. Хотел сказать, что мы не шли на такие крайности. Потому что есть боль и лучше заработать. Сейчас здесь, понимаешь, книги читаем, телевизор смотрим, понимаем. То, что еще больше и лучше можно было заработать. Все легально. А не так. Это просто потерял я же 10 лет жизни своей. Еще и молодости. Но на того не стоит. Самые высокие показатели по наркопреступлениям в крупных городах. Но это не говорит о том, что проблемы нет в регионах. Степногорск. Именно здесь расположена колония, где в том числе отбывают наказание бывшие закладчики. Население города небольшое, но люди знают и видят проблему. Да, видел. Даже разгонял один раз. В последнее время, кстати, не часто. А в прошлом году и молодежь, и взрослые люди. Это пик был. Нет, я вот здесь на площадке с детками. Нету тут таких. Во дворе нет. Во дворе прям под балконом видела, да? А как часто вы их видели? Блин, ну в том году вообще очень часто видела. Сейчас только потеплело, пока не видела. Закладчиков? Ну нет, но я вижу пропаганду, которые на стенах всякие вот такие рисуют. Конечно, это для молодежи очень большая проблема. Вот я сам тренером работаю. Из-за этого мы пропагандируем спорт, притягиваем молодежь. По действующему закону, изготовители наркотиков и наркокурьеры получают одинаковое наказание. До 15 лет тюрьмы. В парламенте МВД считают, что это несоразмерно масштабу наносимого ущерба. Поэтому хотят разграничить ответственность, чтобы производители смертельной отравы наказывали жестче. Можно сказать, что это мягко для наркопроизводителей, которые приносят обществу смерть. Поэтому там надо ужесточить плод до пожизненного. От 15 до 20 лет, либо пожизненный. Если у этого изменения закона не видно противников, то вокруг другого вопроса возникли споры. К депутатам часто обращаются родители, чьи дети по глупости, от безысходности или по другим причинам стали закладчиками и попали в тюрьму. Просят изменить сроки в законе. Много дискуссий вокруг этого законопроекта. То есть мы подключили туда не только депутатский корпус, но и общественников, и мам тех самых молодых людей, которые приходят к нам на прием. Мы приняли в первом чтении, до второго чтения. У нас есть время, чтобы учесть все мнения и выдать качественный законопроект. Стоит ли смягчать действующее наказание для закладчиков? Полиция против. Ведь даже существующее суровое наказание не останавливает людей. Уменьшение сроков, наоборот, может стать причиной роста таких преступлений, опасается в МВД. Тем более, что 10 или 15 лет не назначает всем автоматически. Если закладчик идет навстречу, рассказывает, активно сотрудничает со следствием, выполняет условия процессуальных соглашений, то там вопрос снижения ответственности и так и так предусматривается. Понятно, что закладчиков поймать проще, чем организаторов сбыта. И обычный курьер редко много знает. Простой пример. По итогам прошлого года задержали порядка 20 лидеров наркобизнеса. А вот закладчиков и изготовителей десятки раз больше. Важный элемент борьбы с этим злом – ликвидация нарколаборатории. С начала года уже провели 27 успешных операций. Сотни килограммов так называемой синтетики не попали на черный рынок. И наверняка это спасло не одну жизнь. Ты попробовал, тебе надо еще, 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 и его уже ничего не остановит. Ему надо, 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 надо. Поэтому пока он неделями на марафоне, как говорится. Ну и с ума сходят потом потихонечку. Понятно, что на месте одного закрытого магазина наркотиков вскоре появляется другой. Тем более в виртуальном мире. Андрей, так мы назовем этого мужчину, начинал с органических наркотиков в юности. Сейчас ему под 50. За спиной 4 судимости. Создать семью не удалось. Каждый раз думал, что вот-вот начнет новую жизнь. Но так и не получилось. Чтобы завязать с этим, там много фактов. Там надо кардинально менять свой круг общения. Чуть ли не даже город, проживание поменять. Ну опять же, что ты уедешь сейчас, допустим, как сейчас. Уедешь, но что-то как-то просто в телефон залез и пошел покупать. Там много ума не надо сейчас. Теперь Андрей ждет освобождения. С очередной надеждой, что в этот раз получится изменить жизнь. Впервые, но очень надолго лишились свободы, пока не представляют свое будущее. Говорят, нужно время, чтобы понять и принять произошедшее с ними.